Всем привет на моем канале и в этом видео я покажу свои последние покупки из магазина Second Hand. Все мои покупки из этого видео обошлись мне в 560 рублей. Начну с летней блузки от Mango. Материал, из которого она сделана, это 100% полиэстер. На блузке есть голубые цвета, черные цвета. Она отлично подойдет под голубые джинсы, под черные брюки. И в принципе будет сочетаться со многими вещами, оттенки которых есть на блузке. И впервые приобрела в Second Hand халат. Би Бай Тед Бейкер, состав также 100% полиэстер. У халата такой нежный цвет и очень красивый рисунок с птичками, растениями. У него присутствуют внутренние завязки и с внешней стороны есть пояс. И вот так вот выглядит спинка. Красивые птички, растения, насекомые. Взяла еще в Second Hand вот такой красный платок. Этикетки с составом нет, но мне кажется, что это натуральный шелк. И вот так вот обработаны края. Вот такой вот милый топик. Мне кажется, он отлично подойдет на лето. Можно будет носить вот этот топик с какими-то легкими шортами. В общем, посмотрим. Мне понравилась такая милая расцветка и кружева. Еще нашла вот такую вот косметичку. Мне кажется, она даже не нужна. Без каких-то пятен. Как я понимаю, в составе присутствует кожа. Сделана в Китае. Я нашла еще вот такие бусики. Мне в Second Hand показалось, что это какие-то натуральные бусины. Уже придя домой, я посмотрела их более внимательные. Мне кажется, что это даже, возможно, бусины коралла. Но я пока точно не уверена. Вот так они выглядят. И нашла вот такой вот мини-плоточек. Вот Диор. Состояние у него, конечно, уже было не очень. Присутствуют пятна. Не знаю, даже буду пытаться или не пытаться выстирать. Потому что, если не стирать его, то, возможно, он полиняет и, соответственно, будет весь в каком-то другом цвете с каким-то другим оттенком. Ну, в общем, видно, что состояние у него такое на тройку, наверное, даже. Продолжение следует... Продолжение следует... И еще покажу, что я купила на последних неделях распродажи в Заре. Я взяла себе вот таких вот пушистиков. Еще не решила ходить в них дома или на улице. У одного-двух блогеров в Инстаграме я увидела, как они смотрятся вживую на ногах. И мне, в принципе, понравилось. Они такие довольно-таки пушистые. Понятно, что в дождь, конечно, в них не походишь, в дождь в грязь, но смотрятся они классно. Или их можно оставить, в принципе, ходить в них дома. Так, на ценнике написано, что 799, но покупала я их за 600 рублей. Ну, там, 599 рублей. Первоначальная цена почти 3000 рублей. И купила я себе вот такие вот шлепки еще. Лето в них, наверное, будет жарко все-таки ходить. А вот в начале осени, в конце весны, я думаю, самое то. Стоили они 1600 рублей. В составе присутствует и кожа. Изначальная цена около 4000 рублей. Думаю, что они мягкие и в них будет очень приятно вообще гулять, не гулять. Надеюсь, что вот этот мех, который не натуральный, он не скатается очень быстро. Так, и еще я купила себе вот такой вот лиф. Бюджетгалтер. Он такой прозрачный. На нем присутствовало несколько пятнышек. Не знаю, сейчас найду, не найду. Такие милые пуговички. Длину, в принципе, можно будет регулировать. Если он будет большевать, можно будет просто подрезать немножко. Ушить. То есть на размер я не смотрела. Тут присутствует маленькая дырочка. Вот. Магнита. И, скорее всего, и стоил он 300 рублей. Изначальная цена практически 2000. Купила себе на осень. Походить вот такую вот кофточку. Она не теплая. Ну, не очень теплая. Понятно, да, что не из шерсти. Стоила она 400 рублей. С вот такими вот интересными рукавами. Такой красивый, такой бледно-розовый оттенок. Ну, в общем, это все мои покупки на последних неделях распродажи в Заре. С сайт Алиэкспресс пришло две посылочки. Сейчас я покажу, что я там купила. Вот такой вот симпатичный бантик. Сзади вот такая вот застежка. А во второй посылочке у меня лежит подвеска, чокер, продавец положил салфетку. В описании я уже не помню, что было написано натуральный это жемчуг, не натуральный. Я в отзывах там развернулись тоже баталии. Многие писали, что это не натуральный жемчуг. Кто-то писал, что натуральный. Поэтому насчет этого я не знаю, но на фотографиях он очень красиво смотрелся на шеи. Мне понравилось, как он выглядит вживую. Все-таки фотографии в отзывах на сайте Алиэкспресс это отличная помощь. Как он выглядит вживую. Вот такие вот неровные. Так. Продавец здесь написал, что это 925 серебро, 925 проба серебра, что это жемчуг. Ну, выглядит это все очень симпатично. Всем, кто досмотрел это видео до конца, всем огромное спасибо. Хорошего дня. Не болейте. Пока-пока.